Эта патриотическая акция проходит под гидой Российского исторического общества. И наши коллеги, партнеры, которые являются членами отделения Российского исторического общества во Владивостоке, инициировали эту патриотическую акцию. И вот сейчас эта автоколонна, можно так сказать, двигается как раз из Владивостока в Луганск. Проходя на своем пути основные города. И, наконец-то, они доехали до Сибири. Такие акции, они очень важны. Важна, безусловно, материальная помощь, которая оказывается на те средства, которые собираются в ходе вот этой акции. Волонтеры начали свой путь в Владивостоке. Первая остановка у них была в Хабаровске. Дальше Благовещенск у них был на пути. Потом уже они переместились ближе к Сибири. Это Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск. Но ближе к нам уже они посетили города Томск и Барнаул. Вот вчера они из Барнаула прибыли к нам в Новосибирск. Значит, отдохнули, переночевали. Ну и дальше движение у них пойдет на Омск. Наша задача продемонстрировать, что вся огромная страна, Владивосток, она вся за них, она с ними. Вот, чтобы они это чувствовали. Потому что с нами едут и вот коренные народы удыгейцы, едут кучи, да, если не ошибаюсь. То есть, что страна не только в плане регионов, да, но и в плане национальности, да, сейчас как одно целое. Мы сами разработали этот гемостатик и производим его. Наш гемостатик может находиться в раневом канале 24 часа до 24 часов. Это прям наше ноу-хау. Остановка моментальная. То есть, в течение 30 секунд, ну, это максимум. Просто вот на рану попадает и уже остановка кровотечения. Обязательно отправим еще. Когда ты видишь раненых молодых ребят, это настолько все вот пронимает. И ты понимаешь, что наша поддержка здесь в тылу, она им очень важна. Спасибо.